В современном обществе такую страну, как Китай, ни один цивилизованный человек не может представить без ее главной достопримечательности – Великой Китайской Стены. История данного архитектурного строения уникальна. Император Китая Циньши Хуанди задумал в III веке до н.э. укрепить границы своего государства, как внутренние, так и внешние, пытаясь защитить империю от кочевого племени Хунну. Для строительства данного архитектурного объекта было привлечено огромное количество китайского населения, насчитывающее примерно около миллиона человек. Начатое строительство при Циньши Хуанди было продолжено при таких династиях, как Хань и Мин. Современная длина данного монументального сооружения составляет около 8 851,9 километров, а ширина – 7 метров. Своё начало фундаментальная стена берёт в городе Шанхайгуань, а оттуда, словно змея, тянется через территорию Центрального Китая вплоть до города Цзиюйгань. Но не только своими внушительными размерами привлекает к себе туристов Великая Китайская Стена. Про данное монументальное сооружение ходит не только огромное количество легенд, но также с ним связано множество интересных фактов. Несмотря на столь масштабные размеры, стену совсем не видно из космоса, это официально подтвердил первый китайский космонавт Ян Ливень. А вот из иллюминатора самолёта её может разглядеть любой желающий, совершающий перелёты между Китаем и Российской Федерацией. В качестве материала для скрепления огромных каменных блоков китайцы использовали клейкое тесто, которое изготавливали из риса и гашёной извести. Рабочей силой при строительстве Великой Китайской Стены служили военные, военнопленные и крестьяне, которые становились ей, конечно же, не по своей воле. Данное монументальное сооружение можно назвать, пожалуй, самым большим кладбищем Китая, так как под её стенами было захоронено огромное количество людей, которые строили стену. Во время строительства мертвецов замуровывали прямо в кирпичную кладку стены. Древние китайцы считали, что трупы будут защищать строение от разрушений. Во времена культурной революции, проходившей в 1966-1976 годах, из стены было украдено множество камней, которые впоследствии пошли в качестве строительного материала для строительства домов, резервуаров и ферм. Природные условия и активная человеческая деятельность интенсивно разрушают северо-западные участки стены. Провинции Ганьсу и Нинся в ближайшие 20 лет они могут вовсе исчезнуть с лица земли. Около 300 Т глав государств и крупных чиновников посетили Бадалин, наиболее знаменитую часть Великой Китайской Стены. Первым в 1957 году ее посетил политик из СССР Клим Ворошилов. В Китае ежегодно проводится марафон, в котором участвуют легкоатлеты, бегущие по гребню стены. В районе Шейнхайгуань есть место, где Великая Китайская достопримечательность соприкасается с Желтым морем. Изображение Великой Китайской Стены нельзя найти ни на одном изображении местной валюты, которая называется Юань. На сегодняшний день стену можно считать не только самой известной китайской достопримечательностью, но также ее принято во всем мире называть символом Поднебесной. Она в жестокой схватке победила великого политика Мао Цзэдуна, философа Конфуция, Панду и даже утку по-пекински. Сами китайцы называют свою великую постройку стеной 10-0-0-0-ли к сведению 1-ли равен 0,5 километра. Если турист пожелает на память прихватить кирпич из Великой Китайской Стены, то его могут задержать полицейские и предъявить обвинение в свершении административного правонарушения, за которое предусматривается штраф в размере 5000 китайских юаней. Несмотря на то, что камни из стены охраняются полицией, о чем указано выше, в Китае на черном рынке можно довольно легко приобрести интересующий товар – кирпич за 50 юаней. Данный артефакт покупать не стоит, так как на таможне его явно не пропустят, да и насчет его подлинности можно усомниться. Китайцы очень любят разводить иностранных туристов, подсовывая им подделки, так что в данном случае целесообразнее всего будет выбрать в качестве сувенира какой-нибудь другой предмет. Туристы могут увидеть Великую Китайскую Стену еще до прибытия в Китай. Ее изображение имеется на визе, позволяющей въехать в страну. В честь Великой Стены в Поднебесной называю автомобили, чьи одежду, табачную и алкогольную продукцию. На Китайской Стене было снято множество реклам, клипов известных мировых исполнителей. Одним из последних певцов, снимающих клип, был кумир молодежи Джастин Бибер. Стена обладает замечательной акустической проводимостью. Если человек прошепчет какую-нибудь фразу с одной стороны, то с другой его могут услышать люди. Стоит им только прижаться ухом к противоположной части стены. На сегодняшний день Великая Китайская Стена является самым длинным искусственным сооружением во всем мире. Несмотря на всю фундаментальность постройки, стена до сих пор не внесена в список чудес света. Являясь на сегодняшний день великим памятником древнейшего зодчества, Великая Китайская Стена ежегодно привлекает к себе огромное количество туристов со всего света. По своей величавой грандиозности, постройка не может до сих пор сравниться ни с одним дошедших до современности архитектурных шедевров, которые только можно встретить по всему миру. Путешествуя по стене, любой турист может получить сертификат, официально подтвержденный документ, на котором зафиксированы дата и время посещения исторического комплекса. Субтитры создавал DimaTorzok